80 лет, 34 тысячи жизней человеческих перестали существовать просто потому, что они евреи. Не потому, что они стояли с оружием в бою, а просто потому, что они евреи. Для меня память об этих людях священна. Мои родители, братья моих родителей и сестры, все сражались на фронте. Все воевали. Один дядька дошел до Берлина, один до Вены. Они пришли туда не мстить, они пришли туда, чтобы убить эту фашистскую гадину. У мемориального знака узникам Брестского гетто прошел митинг-реквием, посвященный памяти жертв Холокоста. Место проведения церемонии было выбрано не случайно. К памятнику убитым евреям пришли десятки жителей города. В их числе и человек, который с ужаса вспоминает те самые кровавые дни. Борис Брук. Ведь именно здесь, в 1941 году, фашисты образовали гетто. К сожалению, не все человечество делает выводы из горьких уроков истории. Все выступающие на митинге-реквиеме, к сожалению, отмечали, при том, что идея фашизма и гитлеровского нацизма канули в лето. Массовые уничтожения икономыслящих в разных уголках земного шара еще продолжаются. Я думаю, что пока мы помним, мы в безопасности. Именно память останавливает нас от новых преступлений, от новой вражды, от новых войн. Память – это очень великая сила, потому что уходит поколение, которые были участниками этой катастрофы. И они передают своим детям, своим внукам все, что они помнят, все, что они видели, все, что они делали. И это, на мой взгляд, важная составляющая нашей памяти. Даже спустя 74 года невозможно сдержать слезы, вспоминая о погибших и родных. Эту боль кажется, что до сих пор чувствует весь еврейский народ. Их не просто пытались уничтожить, каратели заранее расправлялись с памятью. О том, что кто-то сможет выжить в аду, не верили. Очевидно одно – сегодня память – это то, что способно таких ошибок не допустить впредь. Уколо двух тысяч украинцев признаны праведниками мира. В моей родной столице за время оккупации было расстреляно только в Бабино, в Яру, более ста тысяч людей. Это травма. Мы, наше задание – сделать все, чтобы это не повторилось в будущем. И помнить, к чему приводят тоталитарные нацистские души. Венки несут к мемориалу со слезами на глазах, и сложно хоть одно слово произнести без дрожи в голосе и боли в сердце. Трагедию белорусского и мирового еврейства в Беларуси помнят, а память о ней трепетно чтут.